Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вы помните, я опубликовал видео про Татьяну Буланову, что у нее было там или прединсультное состояние, или инсульт, и что в этих условиях, учитывая, что у нее там кредиты, ей достаточно сложно справиться с этой жизненной ситуацией. Очень много критических было комментариев, в том смысле, что, ну, наконец-то узнайте жизнь обычных людей, там, картоху пусть посадят и так далее. Но вот это меня возмутило. Пригожин, Пригожин, Иосиф Пригожин, муж Валерий, пожаловался на чудовищное положение артистов из-за коронавируса. Боже ты мой, ну как же вы выживаете, а? Ну как же вы выживаете? Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении. Наверное, надо смс-ками помочь, а? Скинемся артистам. Наверное, надо смс-ки отправлять. Детей лечим, а что артистам? Давайте помогать им, чтобы они потом в своих интервью нас с грязью равняли. Понимаете, в чем дело? Когда на волне многомиллионных контрактов им вообще на народ плевать хотелось, да? А здесь они в чудовищном положении. Ну, я бы сейчас сказал бы, да? Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в «Вечерней Москве». Он говорит, даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует. Бедствует. Так как все они лишились возможности зарабатывать, отметил Пригожин. Добавив, что сейчас артисты вынуждены проедать то, что удалось в свое время скопить. Пригожин, вы о чем вообще говорите-то? Вы когда последний раз общались с людьми? Они уже не то, что проели, когда что-то отложили. Понимаете? Людям уже в туалете отложить нечего, потому что они, уж извините за выражение, голодают просто. А вы все рассуждаете, что, значит, артисты живут на то, что они в свое время отложили. Наши артисты в свое время столько отложили, что они могут семь жизней прожить. А вы, значит, вы просто привыкли к определенному уровню жизни. Вы правильно называете вещи своими именами? Не бедствуют, а привыкли к определенному уровню жизни. Если вы у некоторых артистов посмотрите Инстаграм, Инстаграм, вы... Я не думаю, что вы там не бываете на этих мероприятиях, где устрица и шампанское за 1000 евро бутылка льется рекой. О каком бедствии вы говорите? Вы даже не приблизились на метр к жизни обычного человека, может быть, на 10 сантиметров, и уже воете. А как люди выживают в этой стране, которые идут еще и находят денежки, чтобы билет к вам купить на ваши концерты там? На ваши-то не ходят, потому что у вас их и нет. Но на исполнителей. Меня это просто возмущает. По его словам, в такой ситуации в настоящем мире находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом считает продюсер, что положение дела улучшится не раньше, чем через полгода. Пригожин также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий, зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты. Понимаете, кто мы для них? Мы для них билеты на концерты, возможность. Мы для них те, кто покупаем билеты на концерты. Кассу им делаем, понимаете? Кассу. Вот взяли бы и года на два запретили эти все мероприятия, чтобы они посидели без вот этих вот баснословных заработков. А потом все, понимаете, сидят в 50 ботоксах там сделанных, в дворцах огромных, и рассказывают в программе там по домам или где-то, как вот они, так сказать, вот здесь вот так, тут вот я лестницу сделал там за 20 миллионов рублей, тут вот у меня там вот то-то, тут вот то-то. Бедствуют они. Люди вот бедствуют. Люди вот бедствуют натурально. Матери многодетные пишут, у которых денег 280 рублей осталось. Как жить дальше? А у вас недвижимость за границей, денег до хрена, и вы воете. Продюсер подчеркнул, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги. Ну-ка, да, конечно. И государство должно возвращать им деньги, если они, оказывается, в сложной ситуации нуждаются в поддержке. Да, давайте государство не людей поддержит. Вы как патриарх прям. Тот за себя просит, а не за народ, да? Хотя всегда церковь опиралась на народ. И тут уже патриарх стал просить за себя. Священникам побольше, избавьте их, так сказать, ЖКХ отложите. Наверняка-то все разрешили. Людям не разрешат. Так же и Пригожин, наверное, да? То есть он считает, что им, артистам, государство должно помочь. Можете себе представить вообще уровень бреда, который он говорит? Самое интересное, что возвращать им деньги, если они, оказывается, в сложной ситуации, нуждаются в поддержке. Вы привыкли, я смотрю. Пришел, пять песеных спил, срубил капусту, как говорится, из-за оружия, не ушел, да? А здесь без денег сидите, вон государство должно теперь платить. Сейчас. Люди будут сидеть с 200 рублей в кармане, а вы с заграничной недвижимостью, которую нужно обслуживать, продайте домик один и живите всю свою жизнь оставшуюся. И еще 10 внуков у вас будет жить. Поразительная просто наглость, поразительная. И а на то, что платят налоги, слушайте, когда стали создавать организацию, от которой должны были бы все, тогда в Госдуму пришли там все подряд звезды. Лучше сказать не звезды, а просто известные люди, да? Значит, для того, чтобы выступает артист и, соответственно, можно было хоть как-то понять, сколько он зарабатывает, чтобы какие-то налоги брать с этого, да? Как взвыли, как взвыли, что нету, никогда этого не бывать, сами будут... Почему? Да потому что в клуб пригласили, какие вы налоги платите? В конверте получил деньги, ушел, в ночном клубе выступил. Где-то на арене три песенки спел, и что вы хотите сказать, что вы идете, декларируете все эти заработки? Да там большинство, большинство всех этих концертов и всех этих вечеринок оплачивается вот так. Ну все, в общем-то, поразительное, вообще я считаю, что это поразительная наглость абсолютно, поразительная наглость. Продюсер клянчит деньги государств на фоне того, что они должны свои деньги сейчас, которые у них есть, раздавать людям и помогать людям. Как мне кажется. С вами был Будда Гришна, ребят, подписывайтесь на канал, кому интересно, пишите ваши комментарии. Всем пока, до встречи.